От птичьего клюва до респираторов защитные маски прошли эволюцию длиною в несколько веков. В Европе во время эпидемии чумы маски в виде клюва птицы наполняли лекарственными травами, солью и чесноком. Более привычные нам маски появились только лишь в конце 19 века. К 20-м годам прошлого столетия их стали активно использовать в операционных многих стран. Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что маски начали применяться массово среди населения всей планеты. Средства защиты стали не только одним из главных товаров в аптеках, но и прописались на полках обычных магазинов. На сегодняшний день установлено, что медицинские маски обладают защитой. В том числе, ведь мы сталкиваемся с тем, что маски, которые уже зарегистрированы для применения в Российской Федерации, подразделяются на три класса защиты. То есть, такое подразделение можно было провести только на основании исследований. Отличие медицинских масок от всех остальных – это то, что они проходят регистрацию в Росздравнадзоре. Соответственно, на них распространяются определенные требования, а также есть возможность контролировать их качество. Похоже на медицинскую, но таковой не является. Речь идет о гигиенических масках, продажа которых также разрешена в аптеках страны. Их продажа в аптеках разрешена в связи с тем, что Росстандартом при поддержке Минпромторга России были разработаны типовые технические условия для изготовления таких масок, хоть они и не медицинские. Есть требования к их производству, и поэтому применение таких масок уже может внушать определенную долю доверия. Специальных требований к утилизации масок для населения не существует. Однако в Всемирной организации здравоохранения разработаны определенные рекомендации, согласно которым маску необходимо правильно снимать, не касаться ее руками и не использовать одноразовые средства защиты повторно. В рекомендациях Роспотребнадзора разработаны правила утилизации медицинских масок, которые применяются на предприятиях. В отношении утилизации медицинских масок в ряде рекомендаций Роспотребнадзора для организаций устанавливается, что маски должны утилизироваться централизованно. То есть организация должна создать условия для централизованного сбора и утилизации этих масок, используемых сотрудниками своими. От сезона к сезону в этом году меняется не только количество крымчан, которые не пренебрегают средствами защиты, но и цена масок в точках их продаж. Сейчас купить одну медицинскую маску в аптеках крымской столицы можно за 10 рублей. Упаковка из 50 штук обойдется покупателю в полтысячи. А у вас есть маски? Масочки, конечно, 10 рублей. Одна штука? А в упаковках? 50 штучек. Сколько они стоят? 500 рублей 50 штук? Да. Это медицинские? Да. Это книжек, как на вас. Крымчане отмечают, что цена на медицинские маски высокая. Тем не менее, средства защиты уже давно стали неотъемлемой частью модного нынче английского слова «лук». Дорого, очень дорого. По рынку я не хожу, поэтому беру в аптеке, конечно, очень дорого. Раньше было, конечно, подешевле, пик вообще был сильно дорого, нигде нельзя было найти. Поэтому я купила тканевую сначала, ходила с тканевой, стирала, пшикала антисептиками. А сейчас, слава богу, есть уже в наличии. Вот, поэтому сейчас уже попроще, но цена, конечно, 10 рублей дороговато. Для чего ты носишь? Не заболеть. Чтобы не заболеть? А чем не заболеть? Карантином. Мария Моссор, Евгений Стариков, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ.